Всем привет! Наша лекция, надеюсь, что это первая лекция из цикла, посвященная тому, что связано с психологией и механизмами, по которым, скажем так, работает человек. И на самом деле это действительно достаточно важный цикл тем. У нас было очень много технических лекций, очень важных и интересных, но надо понимать, что это не менее важная тема. Я в свое время понял это и пошел на факультет психологии, минутка самолюбования, и даже закончил его. И на самом деле хочется сказать, что все-таки эта лекция, она не в формате, что, а вот там я съездил в Ливан или в Антарктиду или в Новой Зеландии. И сейчас вам всем об этом расскажу. То, что я расскажу, на самом деле имеет прямое отношение к тому, что мы с вами делаем. И как минимум какое-то небольшое понимание того, каким образом человек принимает решения, как он обрабатывает информацию. И там моменты, связанные с социальной психологией, потому что мы все-таки делаем социальную сеть, они важны для каждого, кто здесь работает. А почему мы начали с темы сознания? На самом деле это хорошо покрывается довольно емкой цитатой советского психолога и философа Мамбардашвили, что сознание — это то, о чем мы как люди знаем все, а как ученые — ничего. Действительно, это такая штука, которая нами воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как что-то очень естественное. Мы интуитивно очень хорошо понимаем, что это, но как только доходит до объяснений, то все становится значительно сложнее. И на самом деле сознание, как, я думаю, многие согласятся, что это, в общем, для нас практически высшая ценность, потому что, наверное, немногие бы согласились прожить вечную жизнь, если бы она протекала в бессознательном состоянии. То есть все-таки мы считаем сознание какой-то чем-то таким, что имеет для нас очень большое значение. И почему все-таки мы решили начать именно с этой темы? Скажем так, классическая попытка разделить психические процессы на внимание, восприятие, ощущение, речь, память, воображение и так далее, она, в общем, уже практически… ну, очень многие ученые сходятся на том, что она потерпела крах. Вот, потому что это действительно понятия, которые формировались с глубокой древности, и ими описывается там большое количество там на текущий момент явлений, но при этом практически все явления психологические, которые описываются, они затрагивают одновременно все эти процессы. То есть любой на самом деле хороший эксперимент, который мы возьмем, в нем участвует там и внимание, и восприятие, и память, и речь. И действительно границу между этими процессами провести очень сложно. На самом деле психология, ну, находится в таком немножко сложном, в таком сложном фазе своего развития. То есть, ну, если сравнить, например, можно привести там физику, к примеру, 17-18 века, когда, например, горение объясняли наличием флагистона в дереве, к примеру, и в любом горючем материале. То есть, как бы получается, что мы видим, что там, фиксируем, что какие-то материалы горят, мы понимаем, что, соответственно, наверное, есть какая-то на это причина, мы выдумываем эту причину, при этом методологически флагистон практически невозможно было выделить, потому что считалось, что он попадает в воздух после горения и полностью в нем растворяется без возможности его выделения. То есть это такой, это такая гипотеза ad hoc, которая как бы введена только для того, чтобы каким-то образом объяснять там наличие какого-то явления, и само это понятие, оно никаким образом не может быть выведено из каких-то других явлений. На самом деле очень похоже происходит с понятиями там внимания или памяти, что мы можем воспроизвести информацию, потому что у нас есть память, и можем, например, направлять свое сознание на какие-то конкретные объекты, осознавать что-то, а не что-то другое, потому что у нас есть внимание. То есть мы придумали какое-то понятие, которое на самом деле как бы другим образом не может быть объяснено. Вот, поэтому хочется на самом деле просто пройти, скажем так, с вами тот путь, который я прошел за время обучения на факультете психологии, то есть вначале пройти всю ту классику, которая была. Это мы не будем сейчас делать, потому что жалко времени вашего. И на самом деле просто выкинем, скажем так, все классические теории внимания, там, памяти и все такое, и попробуем построить что-то другое, чтобы объяснить все-таки то, каким образом человек пытается ориентироваться в нашем окружающем мире. И начнем мы с того, что наш мозг — это очень крутая штука. Все это знают, наверное, и там несколько цифр. Мы же все любим цифры, правильно? Вот, значит, в нашем мозгу содержится от 80 до 100 миллиардов нейронов. Мозг способен сканировать и обрабатывать информацию, там, изображения даже, причем сложные, в течение всего лишь там миллисекунд, 13 миллисекунд вот здесь указано, то есть, но как бы, возможно, там пороги даже и меньше. То есть, фактически, мгновенно мы способны воспринимать огромные, там, сложные, там, информационные единицы. И объем памяти мозга практически не ограничен. Все эксперименты, которые, там, проводятся, связанные с памятью, они показывают, что человек помнит все, что вокруг него происходило, бесконечно долго, и, в общем, в состоянии это воспроизвести и с этим что-то делать потом. Вот, и, как бы, вопрос в связи с этим, серьезно? Ну, как бы, мы все знаем, на самом деле, что все немножко не так происходит. То есть, мы, там, не можем запомнить номер телефона. Там нам сказали, и если не запишем, то все, он потеряется навсегда. Вот, мы, там, простые какие-то вещи не можем удержать в голове. И, как бы, не очень понятно, почему при наличии такого мощного, там, инструмента мы, как будто бы используем его, там, как будто едем на первой передаче на, не знаю, Chevrolet Camaro. Вот, как бы, а может быть, даже чем-то покруче. Вот, и чтобы дополнить немножко эту картину, стоит сказать, что, на самом деле, наш, ну, бессознательно мы в состоянии делать какие-то, решать задачи, значительное количество задач во многом эффективнее, чем с помощью сознания. То есть, например, приведу пример эксперимента, который прошел уже, там, больше 30 лет назад на примитивных компьютерах того времени, провели его знаменитый исследователь внимания Анна Трейсман со своей ученицей Дианой Берри. Идея такая, что есть такая компьютерная программа, там, игра, сахарная фабрика, соответственно, испытуемым нужно управлять этой сахарной фабрикой, они должны на каждой итерации определять, сколько рабочих, там, отрядить на работу на фабрике. Вот, а произведенный сахар, он по сложной формуле зависит не только от количества рабочих, но и от произведенного сахара на прошлой итерации, причем зависит обратно пропорционально. То есть, как бы, это зависимость, которую не так просто понять, вот, но при этом забавно, что, там, через определенное количество итераций, там, 15-20, ну, практически все испытуемые справлялись с этой задачей так, что экспериментаторы считали решение этой задачи успешным. Ну, то есть, они выводили, там, производство сахарной фабрики на какой-то определенный уровень, и, соответственно, это считалось, как бы, успешным решением задачи. При этом, если их просили потом рассказать о том, что они делали и для чего они это делали, то, там, буквально 15, максимум 20% людей могли рассказать и отчитаться о своих действиях так, что экспериментаторы считали, что они действительно поняли, что они делают. То есть, получается, что люди способны решать достаточно сложные задачи, но, как бы, не всегда способны это осознавать. Вот, и, соответственно, опять же, вопрос в таком случае, то есть, получается, если мы такие классные и сознание такая какая-то бесполезная штука, то все-таки зачем оно нужно? Но при этом мы-то понимаем, что без сознания как-то не круто было бы. Вот, и, как бы, пока добавилось за первые 10 минут только больше каши, попробуем все-таки, попробуем все-таки немножко систематизировать это. Вот, значит, первое, что хочется сказать, что вернемся к нашему миру все-таки, в котором мы все существуем, что наш мир примерно вот как-то так выглядит. То есть, на самом деле, никаких объектов нет в реальном мире. Мы сами все их придумали себе. Цветов тоже нет. Это мы раскрашиваем с помощью, там, палочек, колбочек и дальнейшего восприятия. То есть, как бы, ну, вот, на самом деле наш мир — это такой достаточно странная штука в хаосе, и, ну, как бы, никакой реальной упорядоченности и всего там нету. И, как бы, мы знаем, что мы видим его по-другому, да. Для начала мы его раскрашиваем, и потом мы как-то выделяем на нем определенные объекты. И, соответственно, еще и мы их называем все, да. То есть, как бы, мы можем увидеть, скажем так, мир четче за счет того, что эти объекты называются. Вот, то есть, на самом деле, мы понимаем, что в мире, который я показал, там, черно-белый, мутный, существовать было бы достаточно сложно. Вот, при этом в таком мире, как бы, достаточно круто. Вот, все-таки Париж, закат — очень классно. Вот, поэтому, на самом деле, мы, ну, надо понимать, что без грамотной систематизации окружающего мира существование в нем очень затруднительно. То есть, мы не в состоянии, на самом деле, принимать решения, не в состоянии, там, познавать новую информацию, если у нас каким-то образом не упорядочено то, что есть на текущий момент. Вот, и на самом деле, такой механизм в любом случае должен существовать. Механизм, который обрабатывает входящую информацию, систематизирует ее, превращает ее в какую-то картину мира. В рамках этой картины мы бы могли существовать. Вот, пока мы не знаем, скажем так, что это за механизм, но понятно, что, ну, именно благодаря такому механизму, в котором, на самом деле, как я уже сказал, задействованы все психические процессы, то есть память, мы легко узнаем Эйфелеву башню, речь, потому что речь относится не только к там, к разговору, но и, соответственно, ко всем словам. Мы в состоянии назвать объекты, соответственно, назвав объекты, мы их лучше воспринимаем. Это гипотеза Сипира-Ворфа, которая говорит о том, что люди после того, как они разметили мир какими-то названиями, то есть назвали какие-то объекты вокруг себя, то они легче выделяют их из окружающего мира. Вот, то есть есть какой-то механизм, ответственный за познание мира. И важный момент в том, что этот механизм тоже работает по своим законам. И, как бы, зная эти законы, мы можем понять, почему кто-то вокруг нас делает что-то там таким образом, а не другим. То есть потому что, на самом деле, не стоит думать, что... То есть как бы это классическая идея, что люди очень рациональны, они принимают решения в зависимости от того, что им там удобно, правильно, выгодно, и, соответственно, не принимают то, что им неудобно, неправильно, невыгодно. Это, в принципе, до какого-то уровня так. Но есть нюанс, скажем так, что это принятие решений происходит тоже по определенным механизмам, которые связаны с законами восприятия реальности и связаны с законами принятия решений. Зная эти законы, мы можем понимать, в какую сторону, например, будет смещаться принятие решений людьми. Вот. Несколько таких законов я постараюсь привести, и заодно попробуем разобраться в природе этого познающего механизма. Первое — это то, что не изменяется, то не осознается. Пример с водопадом здесь для того, чтобы показать, что люди, которые живут около водопада, например, они могут разговаривать в полголоса. Им не обязательно кричать друг к другу, потому что они привыкли слышать шум водопада. Шум водопада — это некая константа. Если это константа, значит, в принципе, воспринимать ее, скажем так, не обязательно. И в таком случае люди могут выделять сигнал из шума значительно легче. На самом деле таких примеров действительно довольно много. То есть люди, которые носят очки, они знают, что легко могут забыть очки на носу и искать их или на голове, потому что их уши или голова перестали чувствовать давление очков, и, соответственно, как бы это было чем-то неизменным, что в итоге не являлось больше для них сигналом. Хотя по факту мы же понимаем, что давление там на какую-то точку продолжает существовать, ведь это же физика. Вот. И было несколько хороших экспериментов на эту тему, и там в том числе даже в конце 19 века, проведенные психологом Джеймсом, связанные, например, с тем, что человеку на, там, с помощью, например, подобия контактной линзы, кололось изображение на глаз. Вот. И интересные эффекты происходили. То есть первые, там, первые, там, сколько-то секунд, там, 30-40 минут у человека видит это изображение очень четко, потом расплывчато, потом перестает видеть вообще, потом оно начинает периодически приходить ему в виде глюков, если он делает какие-то резкие движения. То есть получается, что на самом деле очень быстро мы понимаем, что нам нужно осознавать, а что нам не нужно, например, осознавать, потому что это просто не помогает нам никак в окружающей действительности, что-то стало константой, значит, это надо как бы убрать. И работать только с изменяющейся информацией. Второй важный закон, это довольно известная история, это когнитивный диссонанс. Сознание стремится всеми силами избавиться от противоречивой информации. Почему так? Потому что только непротиворечивая картина мира позволяет нам что-то делать и принимать решения в окружающем мире, работать и что-то делать в окружающем мире, если он противоречив, невозможно, потому что в какой-то момент, рано или поздно, нам и достаточно быстро нам поступит сигнал, что нужно делать одновременно действие А и не делать его, и как бы не будет понятно, что делать. Поэтому иногда лучше построить неправильную, но непротиворечивую картину мира, то, что она всегда будет неправильной, как бы мир всегда будет не такой, как мы его воспринимаем, чем построить ее противоречивую, потому что нам кажется, что так проще или чем-то удобнее. То есть лучше построить заведомо неправильную картину, избавившись от какого-то противоречия, чем втянуть в себя все знания, а потом понять, что они все противоречат друг другу и вообще непонятно, что делать. Понятие было введено Леоном Фестингером в 50-х годах. Эксперимент очень красивый, на самом деле. Он студентам своим дал задачу. Нужно крутить какие-то ручки, по-моему, на таком приборе, который вообще не был даже подключен к розетке, и они это видели. То есть, в общем, такая явная какая-то хрень. И нужно было крутить полчаса или час, то есть достаточно долго, поворачивать на 90 градусов каждую ручку, потом еще на 90, потом еще на 90, и в итоге возвращать в исходное состояние. То есть еще и такой апофеоз бессмысленности. Одним людям он заплатил доллар за эту работу, другим заплатил 20 долларов. 20 долларов достаточно большие деньги на тот момент. И после этого, опять же, методологически достаточно грамотно, там через две недели был опрос студентов, посвященный разным активностям в университете, которые проходили, в том числе и этому эксперименту. Естественно, информацию про все остальные активности там в лучшем случае они кому-то отнесли, а скорее всего просто выкинули, их интересовали данные, связанные с этим экспериментом. Люди, которым заплатили 20 долларов, плевались и говорили, что отвратительный эксперимент, тупизна полная, как бы просто непонятно зачем делал. А вот люди, которым заплатили 1 доллар, говорили, в целом достаточно неплохо провел время, как бы не сказать, что у людей был восторг, но негатива не был. Почему так? Потому что люди занимались бессмысленной задачей и получили деньги, они понимают, что они делали это ради денег, смело могут назвать задачу бессмысленной, как бы потому что время достаточно ценный ресурс, но они хотя бы получили деньги, и в целом это окей для них. То есть как бы они обменяли бессмысленную задачу на деньги, их это устроило и смело могут назвать задачу бессмысленной. Люди, которые потратили час своего времени и не получили практически ничего, им нужно как-то оправдать для себя, зачем они потратили час такого ценнейшего ресурса, как время. И доллар — это слишком маленькая цена для того, чтобы порадоваться тому, что они потратили час так. Поэтому им пришлось, скажем так, вынужденно для себя начать признавать, что задача не такая и плохая. Потому что иначе совсем как-то становится депрессивно. Вот, ну, немножко примеров. Вот такая классная картина. Всем все нравится. Вот, ну, по крайней мере, поначалу — да. Потом мы начинаем замечать что-то не то. Кто-нибудь видит что-нибудь интересное? Что? Да-да-да, классно. Та же самая первая штука, которую я вижу. Что-нибудь еще? Ну, тут, например, смотрите, окно закрыто, а штора там колышется, например. Ну, короче, довольно много, на самом деле, здесь, по-моему, 20 противоречащих друг другу штук. В зеркале не так как-то отражается то, что есть. Вот, и на самом деле, как бы наше сознание стремится максимально видеть картину непротиворечивой. Мы стараемся отказаться от информации, которая, как бы, нам кажется неприятной. И стоит посмотреть просто в одно окно, как другое начнет казаться примерно на том же уровне. Ну, окей, чуть-чуть не на том уровне, но примерно на том же. Вот. Потому что, на самом деле, как я уже сказал, работать в противоречивом мире в принципе невозможно. Поэтому ситуация, при которой нужно переворачивать свои представления о мире, она мало того, что достаточно дорогая, так еще и постоянно переворачивая свои представления о мире, мы, скорее всего, точно зайдем в тупик. Потому что, там, мы не можем менять, там, свое понимание об объектах мира, там, каждый час. Мы, там, грубо говоря, каждый час мы меняем понемножку представление о мире, только это происходит в микровещах. Вот. Но глобально менять это действительно достаточно рискованно просто, там, в целом для любого организма, для его выживания. То есть мы не можем представлять, например, что у нас, к примеру, под нами внезапно может провалиться асфальт. Мы должны все равно знать, что по асфальту мы можем ходить. Вот. Хотя понятно, что рано или поздно такое может произойти. Вот. Но нам нужна уверенность. Уверенность в каких-то вещах, которые вокруг нашего мира есть. И мы должны знать, что, там, мир не изменится через час. Для этого мы должны представлять его как какую-то непротиворечивую штуку. Хотя, по факту, это полный хаос. Вот. Еще достаточно красивый закон, но для того, чтобы его показать... Да, я, кстати, не успею сделать это, потому что я не взял свой ноутбук. Но я думаю, что тогда в следующий раз как-нибудь. То есть, значит, есть замечательная, замечательная тоже идея о том, что случайные события всегда оправдываются в нашем сознании не случайными причинами. То есть человек не в состоянии, на самом деле, осознать случайность. У меня есть заготовленный эксперимент, о котором я хотел сказать, что есть, допустим, последовательность, там, из нулей и единиц. И я прошу угадать кого-то следующий символ. Соответственно, человек пытается угадать, там, иногда это правильно, иногда нет. Там, называет 3-4 символа, рано или поздно все равно идут ошибки. Пользователь начинает злиться, потом мы смотрим в код, и там просто рендом. Вот, то есть суть в том, что мы все равно пытаемся работать с миром как с какой-то, там, каким-то набором законов, хотя по факту никаких законов тоже нету. И в мире действительно царит огромный набор случайностей, но нам было бы очень сложно существовать в мире, который противоречивый и который полностью состоит из случайностей. Потому что если все определяет случайность, то как бы особо ничего не сделаешь. А это неправда. Сделать что-то можно, но просто для этого нужно как бы хотя бы плохие, но законы существования мира вывести. Вот, то есть получается, что мы вынуждены существовать в мире, который является хаосом и огромным набором случайностей, и пытаться натянуть на него какую-то картину, которая пыталась бы нам объяснить, что это не так. Ну, как минимум, это действительно очень сложно с точки зрения информационных потоков. И, как я уже сказал, у нас есть механизм, который в состоянии работать и системно работать с большим количеством информации, собирать эту непротиворечивую картину мира и видеть так, чтобы мы могли существовать там комфортно. И как раз этот механизм, и в теории Виктора Михайловича Аллахвердова, руководителя кафедры общей психологии СПБГУ, и называется сознанием. Вот, то есть сознание — это огромная машина по работе с информацией, которая непрерывно собирает информацию, которая есть, поступает об окружающем мире вокруг нас, которая генерится там нашим мышлением, пытается сопоставить ее с тем, что есть вокруг. Сознание классифицирует информацию о мире и делает это тоже по определенным законам, не под таким законам классификации, к которым мы на самом деле на 100% привыкли. То есть, например, в своей статье «Принципы категоризации» Леоноро Рош очень хорошо показало, что по результатам серии экспериментов, что на самом деле, если мы берем какой-нибудь класс, к примеру, птицы, то объекты этого класса, там, экземпляры, не равнозначны между собой. То есть, грубо говоря, для нас есть более типичные птицы и менее типичные. Вот, и там, к примеру, один из вариантов, что человеку показывалось утверждение, там, голубь это птица, там, пингвин это птица, страус это птица, и нужно было нажать «Да» или «Нет». Как бы понятно, что на большинство из этих утверждений люди нажимали «Да», вопрос был только во времени. И на более типичных представителей люди нажимали быстрее, а на менее типичных, там, страусов, например, просто медленнее. То есть, как бы люди в целом согласны, что страус это птица, но, как бы, видимо, голубь больше птицы, чем страус. Вот, на самом деле, достаточно важный момент, потому что, действительно, если мы понимаем, что мы классифицируем информацию таким образом, то, как бы, это дает нам понимание о том, что не всегда мы можем, там, быть уверены, что, там, к примеру, наш собеседник понимает, там, что, там, какой-то, там, например, объект именно является тем, чем мы видим. Потому что он, скорее, согласен тоже, что этот объект примерно это, но, как в примере с экспериментом МРОЖ, скорее всего, он дал бы этот ответ дольше, чем мы. И иногда, там, мы можем сойтись на том, что, да, мы согласны, что это то, но где-то в глубине сознания человек все-таки не на 100% относит это к этому классу, то есть, либо на границе, либо вообще где-нибудь к чему-то другому. Вот, и на самом деле уже приведено, было несколько, там, имен ученых. На самом деле надо понимать, что механизмы работы сознания, они в чем-то похожи на то, как вели себя эти замечательные люди, и сознание — это в целом само ученый, то есть механизм работы сознания и систематизации информации об окружающей среде очень похожи на то, по каким принципам строится наука. То есть, например, вот, нас, как я уже сказал, бомбардирует огромное количество информации об окружающем мире. Причем, как нам понять, что это именно информация об окружающем мире, а не плод нашего воображения? Единственный способ это правильно сделать — получить информацию по независимым каналам. Вот, то есть, если у нас есть несколько независимых каналов, и, скажем так, они сходятся примерно на одном и том же, то с хорошей вероятностью мы, по крайней мере, есть шанс, что та информация, которую мы получили таким образом, по независимым каналам, и она совпала, с хорошей вероятностью, эта информация характеризует тот объект, с которым мы взаимодействуем, а не тот метод, по которому эта информация получена. Вот, под независимыми каналами можно подразумевать, например, разные сенсорные каналы, то есть, там, зрение, слух, тактильные ощущения. Можно, на самом деле, надо сказать, что и получив информацию, там, в сенсорную память, там, на сетчатку глаза, человек тоже стремится обработать ее разными способами для того, чтобы понять и сопоставить, там, то, что он видит с тем, как бы, что он считает, что в окружающем мире есть. И в какой-то момент, когда эти три канала, там, пять каналов, сложно сказать, сколько, провели свою работу и пришли к выводу, что какой-то, там, например, какой-то объект существует, то именно в этот момент происходит осознание. То есть, мы, на самом деле, не осознаем вот это получение информации по независимым каналам, потому что, если бы мы это делали, то каналы бы перестали быть независимы. Они должны проходить именно так, чтобы они могли спокойно завершить свою работу и выдать результат. Если этот результат в каком-то смысле совпадает, происходит некое эмоциональное, чувственное переживание, которое, как бы, можно назвать осознанием. Вот, но этого недостаточно. Важный момент проверки того, что, там, того, что мы получили, это сопоставление этого результата с текущей системой знаний. Вот, и вот здесь, как я уже сказал, могут быть трудности, потому что может сработать когнитивный диссонанс, это знание фактически будет отвергнуто, мы не увидим, например, какого-то, там, объекта или явления, потому что это слишком сильно противоречит текущей ситуации. Вот, например, поехав куда-нибудь далеко за границу, мы можем легко не увидеть нашего знакомого в толпе людей, потому что, в принципе, не ожидаемо этого сделать. Вот, я думаю, что многие припомнят ситуацию, когда, там, вас отвлекает человек, вы прям в шоке, что даже голос его неожиданно слышать в этот момент, потому что это очень нерелеватно ситуации. Хотя, как бы, все сенсорные каналы провели работу, и, как бы, мы все это слышим, осознаем, но при этом в этот момент чувствуем какое-то странное чувство непонимания, что происходит. Вот, то есть, на самом деле, важно, что сознание работает как ученое, если оно работает как ученый, то оно строит гипотезы, и, по сути дела, все, что мы осознаем, это не реальность, это гипотеза. То есть, мы, ну, соответственно, как и любая гипотеза, она может ошибаться. Ну, например, вот так вот. Мы все понимаем, что, как бы, при быстром восприятии мы можем что-то увидеть или прочитать не так, мы можем, издалека увидев человека, крикнуть ему «Привет, Петя!», а это не Петя совсем, но нам показалось, что это он. Почему так происходит? Потому что быстрое построение гипотез очень важная, важная часть работы, в целом механизма работы с окружающей средой, ну, которая, как я уже сказал, в целом достаточно связана с выживанием. Мы должны уметь увидеть объект, возможно, даже если его нет. То есть, эволюционно в целом показали себя эффективнее, эффективнее, там, эволюционно человек стремится больше увидеть объект, чем не увидеть его. В целом это разумно, потому что, например, если мы видим три оранжевых пятна в поле, то лучше увидеть и составить из этих трех оранжевых пятен тигра и убежать от него, чем подумать, что это просто какие-то непонятные три оранжевые пятна. Как бы, если это действительно непонятные три оранжевые пятна, и человек прав, то он выживет, но если это все-таки тигр, то не повезло. Вот, и как бы лучше все-таки убежать от непонятно чего, чем не увидеть тигра и, соответственно, как бы не продолжить эволюционное развитие. То есть, как бы, действительно, мы стремимся видеть объект, мы стремимся сделать гипотезу, даже если она в итоге окажется ошибочной, тогда мы достаточно быстро переобуемся и, как бы, не будем, ну, поменяем наше восприятие. И еще важный момент, я думаю, что немногие об этом задумывались, но это факт, мы не осознаем огромное количество вещей, просто гигантское. Вот, и в частности не осознаем те процессы, в которых мы на 100% уверены. Например, пищеварение. Как бы все, что происходит внутри нашего организма, огромное количество процессов, остается за пределами нашего сознания. Почему? Потому что они в состоянии работать без какого-то дополнительного механизма. В них есть уверенность, как бы, там, до тех пор, пока нет какой-то трудности, там, боли, еще что-то, то они работают сами по себе. И, как бы, в них нет необходимости строить гипотезы, в них нет необходимости, там, дополнительно принимать решения. Это все может существовать без этого сложного механизма. И, соответственно, отсюда вывод, что сознание видит только то, в чем на самом деле оно не уверено. Это очень странный вывод, но это факт. Как бы, получается, что если мы уверены в чем-то, то это не осознается то, что зачем. Как бы, нужно осознавать только то, в чем мы не уверены, в чем есть задача принятия решений, что, может быть, потом изменено. Потому что если задачи принятия решений нет и уверенность есть стопроцентная, значит, как бы, осознание и не нужно. Вот, получается, что... Получается, что... При этом забавно, что мы видим там объекты вокруг нас как что-то самоочевидное. Нам кажется, что уж, ну, как бы, более очевидных вещей нет. Даже само выражение очевидности отсюда, да, что мы, как бы, видим это глазами. А по факту не так. По факту мы как раз видим то, в чем нет стопроцентной уверенности. Вот, и немножко про принятие решений. На самом деле, принятие решений происходит задолго, зачастую задолго до того, как оно осознается. Вот, но, тем не менее, у нас есть основания считать сознание менеджером, потому что, в принципе, я думаю, многие понимают, что, как бы, готовые решения, там, часто приносятся в больших компаниях, там, генеральным директорам чуть ли не на подписание. Как бы, и уж тем более, там, на презентацию она приносится, там, руководителю, там, к тому моменту, как определенная работа уже была проведена. То есть, в принципе, организационно в этом нет ничего удивительного, что, там, проводится какая-то работа предварительная, после этого она осознается. И, на самом деле, важно, что, там, значительная часть решений, они могут, в принципе, проходить и, там, довольно-таки, там, в текущем режиме, скажем так, быть пущены на самотек. То есть, сознание для значительного количества решений об окружающем мире действительно не нужно, но большие решения, они не принимаются без участия сознания, то есть, они осознаются, бессознательно готовят определенный пакет предложений, скажем так, они осознаются, после этого идет работа внутри сознания, и только после этого, как бы, или в процессе этого принимается какое-то решение. Вот, и еще один интересный момент, это то, что, там, кто ездит за рулем, знает, что, как сложно было учиться вначале, может быть, не суперсложно, но действительно нужно было контролировать очень много чего, особенно если брать, там, такие сложные моменты, как, там, выжать сцепление, там, надавить чуть-чуть нога, ставить первую передачу и так далее. Вот, и, как бы, как легко, там, сейчас, грубо говоря, когда просто это, человек говорит, как бы, складывает это в единый жест, говорит, там, я поехал, и, как бы, он не разделяет это как набор действий, там, я вставил первую передачу, там, нажал на газ, еще что-то, он просто сел и поехал. Как бы, на уровне осознания он принимает решение о том, куда ему ехать, но сама поездка для него уже проходит в значительной степени, как бы, бессознательно, особенно, там, для тех, кто включил навигатор, и вообще можно не париться. Вот, на самом деле, действительно, как бы, там, еще до навигаторной эры можно было говорить о том, что, как бы, человек тратит усилия на, там, поиск маршрута, там, в своей голове просчитывая сейчас, как бы, действительно, с хорошей вероятностью, внимание уже, как бы, где-то в другом месте, ну, там, в разумных пределах, скажем так. Вот, но, по крайней мере, там, поддержка каждого этапа, там, переключение передачи, если это ручная коробка, или, там, не знаю, поворота, возврата руля, она не требуется на том уровне, на котором нужно было начинающим водителям. Но аналогично, на самом деле, с любой деятельностью, особенно моторной, где мы понимаем, что вначале нам требуется очень много усилий, на это, и именно вот таких вот психической энергии, скажем так, такое тоже сложное понятие, но, как бы, интуитивно мы его чувствуем, что мы прям устаем от того, что, как бы, есть напряжение, мы не очень понимаем, что надо делать, где-то ошибаемся, пытаемся улучшить, и потом это происходит легко, и мы уже в состоянии, например, думать, разговаривать, слушать музыку, хотя, как бы, вначале это было невозможно. То есть, получается, что сознание — это такой спецагент, оно подключается к каким-то новым задачам, актуальным задачам, вот, которые, там, по какой-то причине считаются важными, помогает их решить, а после этого ставит процессы, скажем так, тоже, там, как хороший менеджер, после этого говорит, «Ну, ребят, вы умеете же работать уже, все, молодцы, как бы, я пойду, я буду заниматься какими-то другими задачами, которые мне актуальны, а, как бы, тем, что, вот, мы недавно еще с вами делали вместе, заниматься не буду, потому что вы лучше справитесь без меня». Достаточно интересна такая тоже штука, что сознание очень сильно помогает в, там, развитии каких-то, там, навыков, возможностей, но при этом, если бы оно подключалось и оставалось всегда, то работать было бы невозможно. Это было бы действительно очень сложно и затратно, тяжело, и это действительно очень легко, потому что становится время, потому что сознание отпускает задачи и дает им возможность выполняться самим. В общем, на этой прекрасной ноте наша первая часть закончится. Я просто скажу, что я считаю, что психология действительно в состоянии нам помогать в значительном количестве задач. Я постараюсь в дальнейшем рассказать еще о нескольких важных направлениях, в частности, социальной психологии, где тоже довольно много интересных экспериментов. Вот, а пока вопросы? Продолжение следует...